Так, ну что? Думаю, пришла пора немного преобразиться. Шазам! 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 Шазу! Шазэм! О, я знаю! Зимон! О, что? Что это такое? Что случилось? Что это на мне? Ладно, по ходу дела разберемся, я надеюсь. Там в конце видео еще спойлер будет, но я предупрежу. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Конг. С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где я высказываю свое мнение о фильме, на который я сходил. А сходил я, значит, на... Шазам! Фильм расскажет нам о Билли Бэтсоне, мальчишке 14 лет, получившем силу от волшебника. Теперь Билли может становиться могучим супергероем. И что же будет делать ребенок с огромной силой? Правильно, веселиться, развлекаться и показушничать. Но веселье обрывает тот факт, что на мир надвигается страшная угроза в лице доктора Сиваны и его подручных. А это означает, что Билли помимо веселья придется в кратчайшие сроки обучиться еще и геройскому ремеслу. Начну я, пожалуйста, с того, что фильм мне очень понравился. От начала и до конца финальных титров. Про сюжет, да, он довольно предсказуем. Но все же не скучен, и за происходящим на экране довольно интересно наблюдать. Много шуток, юмора, смеха, приколов. Но также есть и парочка довольно криповых моментов. Вообще, шутки шутками, но все-таки фильм выставляет на передний план тему семьи. Вообще, я бы назвал Шазам идеальной пропагандой семейных ценностей. Идеальной супергеройской пропагандой семейных ценностей. Отдельное спасибо я бы хотел сказать Дэвиду Самбергу, Зака Релевая и Марку Стронгу. Да, дети-актеры тоже хороши, но выделить я хочу все-таки вот эту троицу. Марку спасибо за то, что хоть его злодей и довольно клишированный, но офигеть какой харизматичный. Дэвиду же спасибо за то, что подарил нам фильм про крутейшего супергероя, которого я люблю. Которого я люблю, но которого я не ожидал увидеть в ближайшее время. Я думал, что сначала увижу сольники флэша, киборга, фонарей. А потом, лет только через пять, увижу фильм про Шазама. Также Дэвиду спасибо за то, что хоть где-то комиксовый канон и изменился, но фильм от этого не пострадал. Закари же просто большущее спасибо за то, что он смог стать отличным воплощением героя, который мне пришелся по душе. Так, похвалили фильм и хватит. Теперь о минусах. И имеем смертные грехи. Главная моя претензия к их качеству. Да, согласен, это претензии из-за разряда зажрались. Но, блин. Как по мне, даже Дема Гаргон из трейлер ОСД вышел реальнее наших грехов. Я про то, что они выглядят ну уж очень 3D-шно. И это прям режет в глаз. Хотя, насколько мне известно, у Шазаму был довольно маленький бюджет. Ладно, еще про грехи мы поговорим в спойлерной части, к которой мы и подошли. А всем, кто не хочет знать, в чем соль фильма, я говорю пока. Если же вам все понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И заглядывайте в группу ВК и Инстаграм. Ссылочки будут в описании. Буду рад вас там видеть. Также выкладывайте в соцсети ваши рецензии к фильмам с хэштегом «Сходил я, значит, на». Ну а я вам пожелаю только интересных сюжетов. А у нас время спойлеров. Предупреждаю сразу, я все сильно упрощу и скажу только саму суть. Для начала отец ни во что не ставил сына, Тадеуса Сивану. Также Сивана, будучи ребенком, был избран волшебником. Но он поддался искушению грехов и сила ему не досталась. Отказ волшебника и поведение отца озлобили Сивану. И тот рос целью найти магию. Будучи уже взрослым, Сивана вновь находит путь к волшебнику, где в него вселяются грехи. И наделяют его силой. Что еще хотел сказать про грехи? В комиксах каждый из них обладал своим индивидуальным качеством и харизмой. Здесь же их просто кастрировали. С одной стороны, я понимаю, для чего это было сделано. Персонажей в фильме и так огромная куча. А если раскрывать еще и грехи, то хронометража просто не хватит. Но с другой стороны, как по мне, можно было обойтись и без них. А их перенести на какой-нибудь другой фильм. Где полностью раскрыть и сделать самостоятельными злодеями. Но повторюсь, это по субъективному моему мнению. Так как я понимаю, что сейчас они в фильме играют огромную роль. И их удалять оттуда нельзя. В конце Шазам наделяет своей силой всю свою приемную семью. Благодаря этому они побеждают и Сивану, и грехи. Сивану садят за решетку, где его и встречает мистер Ум. Вот в принципе и все. Весь спойлер. Если все понравилось, повторяться не буду. Лайк, подписка, ВК, Инстаграм. Ссылочки будут в описании. А я же как всегда пожелаю вам только интересных сюжетов. И... Три, два, один. Шазам! Шазам!